В районах столицы продолжает свою деятельность республиканская рабочая группа. В центре внимания специалистов состояние социальных и жилых объектов, прилегающих территорий и инфраструктуры. Какова ситуация в Бегтимирском районе Ташкента, проанализировал Шухрат Шакиров. В процессе широкомасштабной деятельности, созданной по поручению руководителя страны республиканской рабочей группы в столице, решаются многие проблемы горожан. Устраняются имеющиеся недостатки. К примеру, если ранее трудно было проехать возле 33-го многоэтажного дома в Махалинском сходе граждан Рохат, то с расширением дороги созданы необходимые для этого удобства. Рядом с 45-м домом построили новую детскую, а также волейбольную площадки, чему очень рады детвора. Требовался ремонт дорогам у 47-го и 49-го домов, детской площадки. И, как видите, его здесь провели. Жители очень довольны. Сейчас ситуация сильно изменилась. Раньше площадка была в пыли летом, зимой в грязи. Дети не могли играть. Сейчас созданы все необходимые условия. Мы очень рады. Обновлена и фасадная часть данных многоэтажек. Узкая дорога возле 44-го дома доставляла много хлопот водителям автотранспортных средств. Ныне решается и эта проблема. Благоустраивается территория вокруг 293-й общеобразовательной школы, где планируется построить волейбольную площадку. Вместе с тем возводится новое здание Махалинского гузара Рохат. Еще в одном месте поднимают библиотеку для молодежи. Совсем скоро эти объекты будут сданы в эксплуатацию. При въезде в Махалю приступили к озеленительным мероприятиям. Несколько дней назад мы рассказывали о проблемах в двухэтажном доме, расположенном на улице Зеруат, Махали, Бинокор, что в четвертом секторе Бегтимирского района. Ответственные лица в короткие сроки приняли меры по ремонту жилого здания. Работа кипит. Один за другим устраняются выявленные ранее недостатки. Республиканская рабочая группа продолжает свою деятельность в столице.